В Твери определили победителя городского конкурса «Учитель года» и «Воспитатель года». Несколько месяцев участники демонстрировали свои профессиональные навыки и уникальные программы обучения. Кто они, лучшие учителя и воспитатели, смотрите в следующем материале выпуска. Во дворце детей и молодежи полный зал. Здесь собрались лучшие школьные учителя и воспитатели детских садов. Участники готовили медиавизитки, проводили открытые уроки, мастер-классы и тематические классные часы. Воспитатели рассказывали о своем опыте работы с детьми. Всего в финал прошло 8 человек, 4 учителя и 4 воспитателя. Неизменно в этом конкурсе принимают участие профессионалы. Те, кто готов выйти в публичное поле и рассказать о своей профессиональной деятельности. Те, кто уверен и готов поделиться, потому что это наработки. Это систематизация своих методик, своих авторских находок. Учитель истории и общества знаний Анастасия Леонова из 27-й школы изначально хотела стать археологом, но после педагогической практики в университете решила, что совершать выдающиеся открытия можно не только в археологии, но и в педагогике. Уроки я стараюсь совмещать. Лекции с элементами беседы, групповая работа и так далее. Еще я очень люблю корпоративные методы обучения. Это такие уроки, которые дают возможность делить ребят на группы. И когда они в совместной деятельности изучают, осваивают какой-то материал самостоятельно, а я как наставник контролирую их деятельность и наставляю, направляю. Конкурс — это не только соревнование. Прежде всего он дает учителям и воспитателям возможность обмениваться профессиональным опытом. Все конкурсанты очень сильные. Посмотрел, как нужно, как можно работать. Я думаю, что мне добавило уверенности. Уверенности в том, что я делаю все правильно. У меня замечательные тылы. Это и руководство, и семья, которая меня всячески поддерживала, и воспитанники, которые всячески помогали, опять-таки скажу, и поддерживали. Со словами приветствия к финалистам, членам жюри и гостям муниципального этапа конкурсов обратилась заместитель главы администрации города Людмила Хоменко. Огромное спасибо всем участникам наших конкурсов 2023 года за креативный подход, за любовь к детям, за умение и желание трудиться на благо нашего подрастающего поколения, на благо развития нашего города и региона. По итогам всех конкурсных этапов победительницами состязания стали учитель начальных классов школы номер 17 Маматкова Александра и воспитатель детского сада номер 142 Марина Алексеева. Педагоги будут представлять дверь на региональных этапах конкурсов.